В Челябинске, а это значит в рубрике у наших южных соседей, у которых по-прежнему все хоккей, в тамошнем зоопарке ветеринары провели медосмотр с УЗИ и рентгеном 30-летней черной шимпанзе Сони. Вчера мы рассказывали, как специально вызванные в зверинец врачи из госпиталя дикой природы обследовали амурскую тигрицу Лаффи, которая уже во второй раз не смогла выносить тигренка. Ее уступили выстрелам соснотворным и сделали и УЗИ, и рентген, и взяли кровь на анализ. Но и чтобы использовать услуги госпиталя дикой природы по полной программе, работники зоопарка решили по этой же схеме обследовать и шимпанзиху Соню, у которой сахарный диабет, она находится на постоянной терапии и не удивлюсь, если она еще и болеет за челябинский трактор. Но за кого Соня болеет, сие секретная информация, а вот то, что она вообще болеет, об этом говорит расстройство пищеварения и потеря веса при обычной активности и нормальном аппетите. Облегчение Сони обеспокоило зоопарковых ветеринаров, и они задействовали специалистов из госпиталя дикой природы и провели комплексное обследование шимпанзе. Естественно, перед этим Соню, как и тигрицу Лафи, пришлось усыпить, но не выстрелом. Дело в том, что мозг у человекообразной шимпанзе похож на мозг хомосапиенца, и реакция на наркоз может быть вообще непредсказуемая. А потому анестезия у приматов – дело очень ответственное, требующее высочайшего профессионализма. Короче, Соню усыпили анестезологическим коктейлем, учитывающим специфику этого вида обезьян. Ну а дальше проще. На пузе сбрили волосы и сделали УЗИ брюшной полости. Кроме того, в рамках диспансеризации 30-летней черной обезьяны, а далеко не в каждой стране сейчас можно говорить «черная обезьяна», Соню просветили рентгеном, взяли на анализ кровь, мочу и даже кал прямо во сне. Походу, в усыпляющий коктейль еще и слабительного добавили. Так более того, у спящей красавицы удалось извлечь даже образцы слизистой пищеварительного тракта для гистологии. В общем, можно не сомневаться, что после такого обследования расстройство пищеварения у Сони точно закончится и, может быть, даже диабет излечится. Через несколько часов после пробуждения Соня уже вовсю готовила себе коктейль. Кто-то спросит, анестезиологический, что ли? Типа понравилось спать в крепких руках айболитов? Нет, свой любимый коктейль из гречневой каши, бананов и черного чая. Но, как говорится, жизнь черных имеет свои плюсы. Редактор субтитров А.Семкин